Три года назад Екатерина согласилась быть супругой военного. Тогда еще и мысли о том, что придется расстаться надолго, не могло возникать. Мы со всем справимся. Когда-то это все закончится, и он вернется к нам обратно домой. Мы все равно знали, что у них свои собственные риски, своя работа, которую они сейчас выполняют по максимуму. В это непростое тревожное время, когда у мужчин снова актуальна профессия родину, защищать дома тоже волнительно. Их ждут семьи. И сложно себе представить, какие чувства переполняют матерей, сестер, жен. Мало кто говорит о женщинах, которые остались в тылу и ждут своих мужей, отцов. У них такая же тяжелая ноша, как и у их любимых. Девчонки очень интересные, красивые, как вы уже посмотрели на фотографиях. У них у всех горящие глаза, у них у всех есть внутренний мир, душа. И вот это очень легко было передать с помощью таких крупных интересных портретов. Екатерина не видела своего мужа, военного фельдшера, с февраля, с самого начала СВО. И участие в этом проекте не просто фотосессия и для нее, и для него. Я сначала посоветовалась мужем, он очень обрадовался, что я буду там участвовать, потому что, во-первых, получится очень красивая фотография, которая останется нам на память об этом, обо всем. Так он очень гордится, что его здесь ждут. Для самих женщин эта фотосессия и возможность переключиться от тревожных мыслей и своеобразный лучик надежды на то, что скоро эти фотографии вместе с мужьями они будут рассматривать за семейным ужином. Быть женой военного непросто, конечно, и в спокойное время, но каждая знала, на что идет. Это гражданский подвиг, на самом деле. К этому нельзя подготовиться, и никогда тебе никто не объяснит, каково это жить с военнослужащим, с офицером. Чем больше ты с ним и дольше живешь, тем это сложнее и тяжелее с каждым годом. Но на гражданскую жизнь я бы никогда это не променяла, потому что наши мужья, дети, отцы, все те, кто находятся сейчас в зоне СВО, это настоящие герои, абсолютно все. От рядового до генерала – это люди, которые не испугались, которые взяли ответственность за себя, за всю страну. И что мы можем бояться, если у нас такие мужья, которые не испугались пойти защищать свою страну. Идея создать галерею портретов жен военнослужащих возникла у известного рязанского фотографа Анжелы Денисовой. Услышав по телевизору новость о том, что самарский губернатор дарит Владимиру Путину альбом с фотографиями офицерских жен, она загорелась идеей. Оказалось, что эту идею многие города подхватили. Уже идет такой вот флешмоб по всем городам, по всем регионам. Ну, я подумала, почему Рязань хуже, да? Рязань – это вообще столица ВДВ. Сразу же моментально пост разместила. И пошли отклики, заявки на съемку. Идут все. Не модели, так скажем, просто обычные женщины. Просто надо в каждой найти красоту. Вот и все. А они все красивы на самом деле. Поддержали идею стилисты и другие фотографы из Рязани. Анна Козлова, Мария Ермакова, Ольга Акиншина, Елена Пахомова, Ангелина Косова и Анна Шилова. Все абсолютно безвозмездно. По зову сердца. Это мой первый опыт в таких крупных проектах. Но, безусловно, он важен. Важен лично для меня. Я это сделала по зову сердца. То есть, я так решила, что так правильно. Я когда вижу таких девушек, женщин, и я не удивляюсь этому, потому что, наверное, наши русские женщины, тем более же он офицер, они такие, как Микрасов, да, у нас писал. Коня на скаку остановят, горячий изборят. Это вот про нас, про всех. 25 ноября в библиотеке Горького состоится выставка портретов, которые получились в рамках фотопроекта. Одухотворенные, прекрасные лица, сильных, любящих женщин. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».